Уважаемые товарищи, продолжаем наше обсуждение искусственных квантовых систем. Систем, которые характеризуются, конечно же, определенным гамильтанианом. У этого гамильтаниана есть набор собственных значений, разрешенных значений энергии. И при этом этим набором собственных значений, этим спектром можно управлять, можно контролировать поведение таких искусственных систем относительно небольшими по величине полями. Напряженность электрических магнитных полей в таких искусственных контролируемых квантовых системах являются малыми по сравнению с внутриатомными напряженностями электрических и магнитных полей. Надеюсь, вы все помните, что если я взял каким-то образом, непонятно как, но все-таки сумел обычный естественный атом забрать от его товарищей, вытащить его из его коллектива, это невероятно сложная задача, но даже если я сумел это сделать, мне крайне трудно управлять его спектром. Вот мы сейчас поговорим о том, как делать системы с относительно легко управляемыми спектрами. Николай Иванович, а какой примерно порядок величины полей? Ну, очень просто. У нас, уважаемые товарищи, порядок полей определяется порядком энергии. Вы уж извините мне за тавтологию. Итак, характерная у нас атомная система, ее масштаб энергий – это ужасные риттберги. 13,6 электрон в вольт. Так, что мы хотим? Ну, соответствующие частоты, лежащие в оптическом диапазоне. Ну, а просто для примера, самая простая задача об атоме водорода в постоянном магнитном поле, которое было разобрано еще на курсе атомной физики. Что нам там атомная физика говорит? Что, если мы действуем на атомную систему с относительно слабым магнитным полем, то у нас энергия – это μ на h, где μ – это что такое, не джад, помните? Магнитный момент атомной системы. Он определяется магнитоном Бора. Для атомной системы, где у меня один, ну, несколько электронов, это ничтожная по нашим макроскопическим масштабам величина. И нам нужно очень хорошие, в сотни там, тысячи эрстет задавать поля, чтобы у нас хотя бы вот эта вот величина ΔЕ сравнялась, ну, например, с величиной слабого, с величиной тонкого расщепления, с расстояниями между уровнями тонкой структуры атомных спектров. Ну, и совсем другое дело, если мы каким-то образом сумеем построить структуры, у которых характерное расстояние между энергетическими уровнями измеряется гигагерцами. Ну, можно к мегагерцам обратиться. Да, есть варианты сделать что-то на атомных системах, если мы работаем, например, на, скажем, сверхтонкой структуре. Вот характерные частоты для переходов, связанных с сверхтонкой структурой спектров, там, где у нас идет взаимодействие между магнитным спинным моментом ядра и, скажем, например, орбитальным магнитным моментом электронов, ну, или суммарным магнитным моментом электронной подсистемы, там, да, там действительно соответствующие кванты энергии, соответствующие им частоты лежат в, даже, как вы видите, СВЧ-диапазоне. Но для того, чтобы работать на таких системах, нужно освоить определенные сложности технологию. Мы об этом с вами тоже поговорим, если живы будем, конечно же, в ближайшие месяцы. А сейчас я все-таки хотел бы сосредоточиться на структурах, где мы сами своими руками контролируемым образом, не от природы, а сами из лаборатории на этапе проектирования закладываем характерные энергии в спектре. Ну вот, чтобы нам поудобней говорить о таких системах на данной лекции, я все-таки позволю себе напомнить, что в прошлый раз мы говорили о простейших двухуровневых системах, о искусственных квантовых системах на основе просто спина электрона. Ну, на этом, собственно, и закончилась наша предыдущая лекция. И мы тогда говорили, что спина электрона — это прекрасный такой объект, иллюстрирующий собой особенности двухуровневой системы. Мы говорили о том, что гамильтониан двухуровневой системы, удобно представить в виде матрицы 2х2 и так далее. Ну, всех прошу обратиться к материалам предыдущей лекции, которые я, естественно, всем рассылал. Но сейчас я хотел бы подчеркнуть, что, уважаемые товарищи, если мы искусственным образом приготовим систему с так называемым двухъямным потенциалом, чуть дальше я покажу вам поподробнее, о чем идет речь, то с математической точки зрения такая система будет эквивалентна двухуровневым системам. Итак, самое главное, что мы знаем о двухуровневых системах? Ну, извините за тавтологию, у них есть два базисных состояния. Например, эти два базисных состояния можно обозначить, вот как на этом слайде, через φ1 и φ2. Это вот два собственных вектора, а больше и нет у рассматриваемой двухуровневой системы. Ну и в базисе вот таких вот собственных функций оператора H0, оператора H0, у нас гамильтониан, матрица гамильтониана, записана здесь, она имеет диагональный вид, на диагоналях у нас как раз собственные значения этого самого оператора H0 для нашей духовневой системы. В общем случае, если у нас гамильтониан записан не в базисе собственных функций этого самого оператора, то это, конечно же, матрица 2 на 2, состоит из четырех элементов. Вот здесь введены обозначения H1, 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 H2 и так далее. Я думаю, они не требуют дополнительных пояснений. Ну и здесь, как вы видите, записано, что Леонид в левом нижнем углу. Я руку протягиваю. Вот это вот, что за зверь такой? Вот это что такое? Это система взаимодействия. Нет, пока это не система, это просто стационарное уравнение Шреттингера. Смотрите, оператор действует на вектор, а раз я оператор записал в виде матрицы, то и вектор я, естественно, должен записать, но только не в виде матрицы, а в виде столбца. Здесь у меня два комплексных числа. Все-таки обратите внимание на материалы предыдущей лекции. Вот оно, собственное значение, и вот тот же самый вектор. Смотрите, оператор действует на элемент, ну в данном случае это элемент в пространстве, вектор столбцов. Получаем число на тот же самый элемент. Задача на собственные функции, собственные значения. Но еще я хотел бы обратить внимание на следующий нюанс. В прошлый раз были введены у нас Сигма-Зет, Сигма-Х матрицы Паули. Так вот я хочу подчеркнуть, что у нас, уважаемые товарищи, в общем виде гамильтониан может быть представлен, ну если все его элементы действительны, если все его элементы действительны, это важное требование, в виде суперпозиции всего двух матриц Сигма-Зет и Сигма-Х с соответствующими весами. Доказательство тривиально, в деталях мы об этом говорили опять-таки две недели тому назад. К сожалению, никого из вас на той лекции не было. Но ничего страшного, мы сейчас об этом с вами вспомнили. Ну и вот здесь сразу, уважаемые товарищи, представлен вид вот того самого двухъямного потенциала, о котором столько говорили большевики, ну то есть я при обсуждении предыдущего слайда. Вот она простейшая картина, вот пускай у нас опять мое алюминиевое одномерное пространство, имеется одна частица в этом одномерном пространстве, здесь схематически изображен спектр, спектр вот этих самых собственных значений, ну и также здесь схематически изображен спектр собственных функций оператора Гамильтона в такой системе. Далее, смотрите, что я хочу сейчас подчеркнуть. Мы можем рассматривать задачу о двухъямном потенциале как пример использования так называемой теории возмущения. Ну что ж, H0 это Гамильтониан системы, где никакой вот этой вот ямы не было, барьера никакого внутри ямы не было, W это тот вклад в Гамильтониан, который дает нам яма. И тогда общий Гамильтониан H мы представляем опять в виде матрицы, опять в виде матрицы, видите, я зануден, но только смотрите, как мы его разбиваем. Е1 и Е2 это опять-таки известные, ну как бы известные, из задачи о собственных функциях, собственных значениях оператора H0 собственные значения. И у нас имеются четыре поправочки, вот я их так и обозвал, W1, W1 и так далее, и так далее, и так далее. Ну можем сказать, что у нас наличие этих поправочек, наличие этих поправочек связано с туннелированием через потенциальный барьер. А ну-ка давайте-ка сейчас попробуем это утверждение расшифровать. Итак, давайте посмотрим, задача же, в общем-то, не стоит ли задуматься, тривиальная. И смотрите, что мы сразу вообще не задумываясь можем утверждать. Пусть у меня случай очень далекий от области применимости теории возмущений. Пусть у нас имеются две ямы, разделенные потенциальным барьером, но этот потенциальный барьер устремляется к бесконечности. С другой стороны, можно сказать, что нет, это, конечно же, хороший пример применимости теории возмущений, но только у меня здесь будет немножко другой взгляд на эту систему. Я скажу, что у меня есть состояние левое, состояние правое, состояние локализованное в левой яме, состояние локализованное в правой яме. Я, в общем, могу подумать, а как у меня эти состояния, локализованные в левой и правой яме, связаны с собственными функциями оператора Гамильтона H. Такой вот двухъямного потенциала. С двухъямным потенциалом. Ну, ответ очень простой. Итак, вот эту вот высоту барьера устремили в бесконечность. Что мы имеем? Формально мы имеем две несвязанные ямы, определенной ширины. Основное состояние локализованное, например, в левой яме. Вот я его изображаю вот сейчас. Вот эта функция ψ-left представлена на этом рисунке. Если у меня так уж получилось, что вот этот потенциал симметричен относительно нуля, это очень важный момент, вот у него тут ноль, потенциал симметричен относительно нуля, то точно такой же энергией будет обладать состояние, локализованное в правой яме. Вот я его сейчас изобразил ψ-right. И так вообще они будут выглядеть очень похоже на друг друга. Ну, я изобразил основное состояние, но, очевидно, то же самое можно сказать для первого возбужденного, второго возбужденного и так далее. Вопрос, будут ли у меня эти состояния собственными функциями оператора Гаммельтона? Ответ, очевидно, нет. Почему? А мы в свое время, обсуждая специфику собственных значений, собственных функций оператора Гаммельтона, отметили следующую вещь. Если у меня потенциальная энергия такова, что u от x равняется u от минус x, потенциальная энергия обладает симметрией относительно нуля, то можно доказать в две строчки следующее утверждение. Коммутатор оператора инверсии относительно нуля, ну, можно назвать еще оператором четности, который превращает функцию ψ от x в функцию ψ от минус x, и Гаммельтона h равен нулю. Нижат, это вас смущает или нет? Правильно. Вот здесь у меня что есть в этом Гаммельтониане h? Кинетическая энергия, которая от x не зависит, правильно? И потенциальная энергия. Потенциальная энергия, как вы видите, обладает симметрией. Ну и все. Элементарно этих слов уже достаточно для того, чтобы доказать равен с нулю вот этого коммутатора. А если два оператора у нас коммутируют, в частности, некий оператор коммутирует с Гаммельтонианом, это означает, что у них общий набор собственных функций. То есть вот есть некая собственная функция оператора h, она должна же быть собственной функцией оператора p. А кто такие собственные функции оператора четности? Это все четные и все нечетные функции. Всем четным соответствует собственное значение плюс единица, всем нечетным соответствует минус единица. Но вот эти функции psi-left и psi-right не являются нечетными, не нечетными, как вы видите. Но у нас в квантовой механике, в линейной алгебре есть одно сильнейшее утверждение. Товарищи, если у меня вот эта собственная функция нашего линейного эрмитового оператора, вот эта собственная функция линейного эрмитового оператора, у них одно и то же собственное значение, то и суперпозиция этих двух собственных функций тоже будет собственной функцией. Согласны? И это нам позволяет спастись. Мы можем ввести состояние psi с индексом плюс и с индексом минус. Тут как раз начинаются жуткие разнобои между разными книжками. Ну хорошо, давайте вот так вот возьмем. Psi-left минус плюс psi-right. Итак, это у нас тоже собственная функция, обладающая вот той же самой энергией. Ну энергия элементарно находится, я на этом даже в тривиальном моменте останавливаться не хочу. Но при этом у меня функции psi плюс и psi минус обладают требуемыми симметрией относительно нуля и являются хорошими собственными функциями оператора Гаммитова. Понятно? Ну что ж, а далее, далее, товарищи, задача начинает чуть-чуть усложняться. Давайте все-таки у нас V0 большой, большой-большой, но не слишком. Туннелирование через него оказывается возможным, но вероятность туннелирования мала на фоне единицы. И вот этот случай как раз разбирается на данном слайде. Но я на этом останавливаться не буду. Мы очевидным образом угадываем собственные функции, производим сшивку на многочисленных границах. И из этой сшивки мы получаем, вот именно исходя из условия, что у меня пренебрежимо маловероятность стимулирования через потенциальный барьер, мы вытаскиваем следующую вещь, что энергии, это, конечно же, энергии, для случая, когда у меня вот эти две ямы изолированы, под ним есть маленькие прибавочки. Дельта Е, они обозначены здесь, на этом слайде. Видите, где там дельта Е указано. И вот эта величина, вот эта величина, кстати, обратите внимание, я не просто так написал минус плюс, вот эта величина, она идет как бы с инвертируемым знаком. У нас, посмотрите, кто выше оказывается? Е с индексом минус оказывается выше, понятно? По энергиям. А Е плюс ниже. Ну, можно это запомнить. Так вот, расстояние между ними, это есть некая предэкспонента, которая сейчас не особо нас волнует, на экспоненту, а там, смотрите, минус корень из, 2МВ0Б в квадрате поделить на А в квадрате, а это и есть вероятность аннулирования через потенциальный барьер. Понятно? Вот эта величина и называется левел-сплитингом, расщеплением уровней в квантовой теории двухъямных потенциалов. Есть в книге Ландавшица общее утверждение, где говорится, что не обязательно это потенциал из двух прямоугольных ям. Все равно, если есть произвольного форму потенциальный барьер, разделяющий два неких, скажем так, энергетических минимума, минимум потенциала, если эти минимумы находятся на одной высоте, то тогда возникает расщепление уровней и величина расщеплений прямо пропорционально вероятности аннулирования. Большая вероятность аннулирования, большое расщепление, малое-малое расщепление. Вот видите, я специально в Арижине подстроил соответствующую картиночку. Там нарисованы уже первый уровень расщепленный, второй уровень расщепленный, третий уровень расщепленный, видно, да? И соответствующие им волновые функции. Синим и красным они там показаны. Понятно? И вот здесь невооруженным глазом на этом рисунке, на этом слайде. Вы просто не можете увидеть расщепление для основного состояния. Вот эти высоты, они взяты, конечно же, не с потолка, а высота, на которую я относительно нуля как бы сместил начало отсчёта для каждой из волновых функций, для основного состояния первого возбуждённого, второго возбуждённого. Вот эта высота, уважаемые товарищи, она взята просто из численного расчёта, да, это есть энергия соответствующих состояний. Ну и здесь мы видим, что для основного состояния ну плюс-минус там почти совпадает энергия. Здесь уже на взгляд можно увидеть, что красненькая чуть ниже синенького лежит. Правильно? Ну а здесь мы уже видим, что достаточно заметное у нас расщепление. Ну и правильно. Чем больше энергия, чем меньше разница между верхушкой барьера и энергии нашей частицы, налетающей как бы на этот барьер, тем больше, как вы понимаете, тем экспоненциально растёт вероятность тумулирования, ну и растёт величина туннельного расщепления. Итак, откуда теперь, товарищи, возникла сама тема, странная тема, двухуровневые системы и двухъямные потенциалы в нашем рассмотрении. Ну казалось бы, что такое двухуровневая система, что такое двухъямный потенциал, какой вообще двухъямный потенциал имеет отношение к нашей заявленной в самом начале задаче по созданию систем каких-то контролируемых, удобно управляемых, с настраиваемым спектром. А очень просто. Уважаемые дамы и господа, смотрите, вот если посмотреть очень внимательно, то сразу видно, что вот это основное наше состояние, основное наше состояние, оно очень интересно, оно оказывается расщеплено. Расстояние между основным, ну как бы уровнями энергиями Е плюс и Е минус, это всё было исходно основное состояние, вот теперь тумулирование сняло немножечко выражение и стало вот совсем основное и чуть-чуть возбуждённое состояние. Вот они по энергиям на несколько порядков, вот расстояние энергетическое, на несколько порядков меньше расстояние до третьего и четвёртого уровня. Ну Е 2 плюс и Е 2 минус в наших обозначениях здесь. Понятно? А теперь ясно, что если я возьму систему нашу буду охлаждать, каким-то образом сделаю её эффективно охлаждённой, то я с хорошей точностью могу заявлять, да, мои господа, я могу пренебречь переходами на высоко лежащие уровни, потому что они реально очень высоко, на порядке выше лежат. Меня будет интересовать только основное расщеплённое состояние, и я буду использовать как аналог спиновых состояний, но только теперь уже в двухъявном потенциале два состояния, ноль – это нижняя, один – верхняя. Вот эта система у меня будет кубитом, вот эта система у меня будет даже не столько искусственным атомом, сколько искусственным спином. Это будет некий такой руками сконструированный аналог спины и электрона, о котором мы говорили на прошлой лекции. И в этом смысле может оказаться так, что я, во-первых, создавая такой двухъявный потенциал на уровне проектирования, на уровне современной данной технологии, смогу собрать его таким образом, чтобы это был удобный для меня спектр. Ну и сразу очевидно, помните, я хотел на несколько порядков уменьшить расщепление, чтобы уменьшить потребные для управления поля. В самом начале я такое заявлял. Вот здесь, товарищи, прямо видно. Я на несколько порядков как раз и рассматривая двухуровневые системы, ухожу вниз по масштабу энергии. Очень удобно, очень эффективно. Но прежде чем дальше говорить об экспериментальной реализации таких систем, я бы все-таки хотел, уважаемые товарищи, остановиться чуть-чуть на общих принципах их математического описания. Итак, у нас был гамильтониан H0 невозмущенные задачи. И было возмущение W. У гамильтониана H0 были вот эти собственные функции, если вы не забыли, Φ1, Φ2. Точно? Был дело. Был дело, либо Е2. Можем вернуть. Теперь мы осознали, что в нашем двухъявном потенциале вот это плохие собственные функции. Я вам только что про это объяснил. Нам нужны функции Пси плюс и Пси минус, обладающие симметрией относительно нуля. В случае, конечно же, когда потенциальная энергия у нас симметрична. И нам нужно найти общее правило перехода от, допустим, нам известных функций Фи1 и Фи2 функций Пси плюс и Пси минус. Вот об этом мы сейчас и будем говорить. Но, товарищи, мат-постановка задачи, она совершенно тривиальна. Помните, вот здесь я специально внизу мат-постановку-то еще разочек сформулировал. У нас были маточные уравнения. Был такое дело? Вот эти вот матричные уравнения, вот эта вот задача на собственные функции и собственные значения элементарно сводились к чему? Леонид Ниджат. Ниджат, вам эти слова. Система линейных алгебраических уравнений у нас получается из уравнения Шредингера. Ну, поскольку мы оператора заменили на матрицы, то автоматом у нас получилась такая красота. Согласны? А раз так, то мы тогда уже много чего можем сказать. В частности, мы знаем решение этой системы линейных алгебраических уравнений. Правильно? Там условия совместности, надо терминант писать, приравнивать его нулю. Отсюда получается квадратное уравнение. И вот два корня вот этого замечательного квадратного уравнения, видите, вот у меня здесь выписаны. Понятно? Но еще интереснее получается. В прошлый раз я, ну не вам, но вашим, так сказать, друзьям, товарищам, все уши прожужжал рассказами о том, как нам интересно состояние кубита, состояние спина, как физической реализации кубита, которая представима в виде суперпозиции двух базисных состояний. Как это удобно, как можно логические операции совершать, прикладывая к спину некоторые поляна, контролируемое время. И даже мы дошли там до физических экспериментов, которые вот это как раз демонстрировали управление одиночным электроном. Но у нас, посмотрите-ка на наш замечательный слайд. Во-первых, смотрите, что мы видим. У нас вот эти состояния Пси плюс и Пси минус, смотрите, как замечательные рассказы складываются по базису состояния невозмущенной задачи. Ну, это очевидно, потому что невозмущенная задача это хороший базис. Но что еще красота? Я здесь специально в таком специфическом виде выписал вот эти вот амплитуды коэффициентов разложения Пси плюс и Пси минус по базису. Почему это мне было нужно? Ну, еще в десятый раз прошу обратиться к предыдущей лекции. Мы там говорили о представлении состояния двухуровневой системе на сфере Блоха. Мы говорили, что вот можно взять некий такой математический объект, вектор на единичной сфере, и углы ТТ и ФИ, которые задают направление этого вектора на единичной сфере, нам будут задавать разложение некого состояния, а вектор-то как раз это состояние и представляет, по базисным векторам. Ну, а для спина, конкретного спина, мы видим следующее. Поскольку это двухуровневая система натуральная, природная, естественная, то вот эти вот углы ТТ и ФИ для нашего вектора на сфере Блоха будут просто физическими углами, которые задают направление вот конкретно спинового вектора в выбранной системе отчета. Понятно? Видите, какая красота у нас получилась, такая тройная связь, кольцо такое у нас закольцевалось. Есть двухуровневые системы, это вообще произвольная система, когда я могу с хорошей точностью сказать, что есть какой-то выделенный базис, и у меня любая волновая функция с хорошей точностью представима в виде разложения только по двум элементам этого базиса. Это двухуровневая система. Есть спин как физическая реализация произвольной двухуровневой системы. А сейчас мы заговорили о другой физической реализации этой же двухуровневой системы, о двухъямном потенциале. И я на уровне физики, на уровне атомной физики, то есть материала третьего курса, как бы на пальцах, надеюсь, вас убедил, показал вам, что да, действительно, при низких температурах с хорошей точностью вот эту произвольную функцию ПСИ можно представить в виде разложения по выбранному там базису. Ну что ж, крутимся дальше. Дальше, ну мы очень многое можем сказать о решениях системы линейных алгебраических уравнений. Тут я на этой математике тривиальной останавливаться не буду. Единственное, просто отмечу, что вот в выбранных обозначениях вот эти вот записи чересчур громоздкие. Смотрите, видите, тут прямо можно выделить такие прямо общие блоки. Я их красненьким здесь подчеркнул. Да, видите, вот они, фигуры, вот у нас. Кто помнит, что такое Е1, Леонид? Это, собственно, на значение... Оператор Гаммельтон не возмущенные задачи. А W1.1 — это первый матричный элемент поправки. Поправка у нас разбивается тоже, как в этом базисе, как матрица 2 на 2. Что ж такое? Извините. И в этом смысле мы с вами имеем право ее представить, как набор из четырех чисел. W1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Замечательно. Вот еще мы выделяем такие характерные объекты. Ну и далее, дамы и господа, смотрите, что получается. Я беру и записываю у нас сейчас вот эти вот выражения для энергии основного и первого возбужденного состояния вот в таком вот замечательном виде. Вот они здесь два написаны, вот этих вот замечательных обозначений. Понятно? Ну, на всякий случай, я и в альтернативных обозначениях, потому что в книжках и так, и так встречается. Где мы стартуем с энергетического базиса, где мы стартуем со спинового базиса, ну, базиса локализованных в левой и правой яме состояний. Это совершенно одно и то же. Главное, мы приходим в финале к одному и тому же важнейшему, важнейшему результату. Итак, если мы сейчас вот выделенные здесь блоки обозначим как, ну, допустим, ЕМ и Дельта, если нам захочется так их обозначить, то тогда, уважаемые товарищи, вот так, как написано в левом верхнем углу, записываются энергии наших состояний уже в такой системе, где, подчеркиваю, учтена уже не идеальность, учтена возможность умилирования через потенциальный барьер. Итак, Е плюс-минус – это Е средняя. Откуда берется Е средняя? Это не просто, а очень просто. Я-то вам нарисовал здесь ямы одинаковой глубины, правильно? Но я-то могу нарисовать эти ямы и разной глубины. И тогда, если у меня вот это вот В стремится к бесконечности, то что будет? Будет энергия здесь, энергия здесь, они будут разные, и вот это вот Е-м, ну, Е-медиум, это будет расстояние между вот этими двумя, как бы среднее, между вот этими двумя энергиями в нашем уже теперь асимметричном потенциале. Так? Так. А теперь вот эта вот величина дельта в квадрате, ну, тоже она здесь введена, это разница между Е1-Е2, а W1-2 в квадрате, товарищи, это как раз и есть у меня туннельное слагаемое. Оттуда вероятности протонулировать слева направо, справа налево. Понятно? Ну, теперь еще обратите внимание, важнейший, суперважный момент. Если я могу контролировать наш потенциал, могу, ну, каким-то образом, потом поговорим, каким образом, например, делать его то симметричным, то асимметричным, снимать, убирать вырождение. Если я могу еще каким-то образом контролировать высоту барьера, разделяющего ямы, то тогда получается, смотрите, я могу контролировать еще и в каком состоянии находится у меня система. Понятно? Потому что у меня же вот эти вот е в степени и фи, и тета, вот эти вот углы Блоховского вектора, это есть функции, как вы видите, W1, W, да? Очень важный этот момент. А раз это функция нашего потенциала, раз это функция нашего потенциала, то тогда, тогда, уважаемые товарищи, у нас получается, что контролируя вид потенциала, мы состояние можем менять. На прошлый раз говорили, что изменение состояния, то есть изменение вот этих вот коэффициентов разложения, эквивалентно повороту нашего вектора Блоха, повороту нашего спинного вектора. Ну, вот как раз через элементы нашего потенциала, как я уже и заявлял, углы на Блоховской сфере здесь явным образом и выражаются. Вот, собственно, ключевые формулы. А теперь представление этих ключевых формул в графическом виде, очень наглядное. Сначала мы рассмотрим случай, когда у нас как раз потенциальный барьер, разделяющий минимумы, очень-очень бесконечно высок. Туннелирование через барьер мы кладем равным нулю. Нету туннелирования через барьер. Вот это вот случай, который мы уже качественно с вами обсуждали. Что у нас будет в этом случае, товарищи? Смотрите, у меня по горизонтальной оси, по горизонтальной оси там, где вот эписалон Q стоит, отложена асимметрия нашего потенциала. Я вот эту вот разницу могу как бы, допустим, контролировать. Пока я это могу делать только в численном счете, в аналитике могу это делать, но не более того. Давайте посмотрим, что получится. А картина очень ясная и понятная. Смотрите, вот там, где ноль, асимметрия равняется нулю, это точка вырождения. У меня уровни энергии в этом случае на одной высоте. Расщепления нету, потому что туннелирование строго ноль. Понятно? Ну что ж, уходим от этой точки. Например, сюда. Это означает, что одна яма, допустим, вот эта правая начинает проваливаться, другая начинает подниматься. Ну и мы видим, что у меня, допустим, левое состояние начинает вот здесь вот, ну левое как бы, если так я встану, как и вы, начинает подниматься, правая начинает опускаться. Все абсолютно логично. Начинаем асимметрию менять в другую сторону. Ну и идем от точки ноль сюда. Получаем обратную картину. У меня подниматься будет тогда правое состояние, левое состояние будет опускаться. Ну что ж, в данном случае, обратите внимание, нам нет смысла отдельно говорить о спиновом базисе и отдельно говорить об энергетическом базисе. У нас здесь Пси-Левт и Пси-Райт ну совершенно понятным образом связаны с Пси-плюс и Пси-минус. Они с ними фактически совпадают. Если нет расщепления, нет тоннелирования. А вот теперь пускай тоннелирование у нас не ноль. Что мы получаем? Вот в особой точке, в точке вырождения, вот она, когда у меня симметричный потенциал, мы получаем вот ту картинку, которую только что я вам изобразил. Есть некое расщепление, это расщепление сдается у вас амплитудой тоннелирования. Штриховыми линиями здесь по-прежнему изображены в кавычках энергии Пси-Левт и Пси-Райт, но это уже не собственные функции оператора Гамильтона, как вы понимаете. Собственные функции оператора Гамильтона вот здесь обозначены как Граунд и Е, ну Граунд и Эксайтед, Ж и Е состояние, и выглядит для двухуровневой системы поведение этих уровней как функция асимметрии, потенциала. Следующие представлены здесь на слайде образа. Ну, проговорим вот эти все слова уже более ясно на уровне формул. Я уже заявлял, что управляя нашим потенциалом, мы можем поворачивать наш вектор. Ну пожалуйста, это же можно и поанализировать, если так можно выразиться, с уравнением Шреддингера в руках. И сценарное уравнение Шреддингера, надеюсь, на этом слайде все видели, все его понимают. Ну и дальше я совершенно тривиальные вещи делаю. Я пользуюсь приближением двухуровневой системы, а мы договорились, что это адекватное приближение. Заменяю ПСИ на разложение по ПСИЛЕФТ и ПСИРАЙТ, по левому и правому состоянию, пожалуйста. Аж заменяю на сумму АЖНОЛЬ плюс ДУБЛЕВЕ. И как уже мы с вами договорились, у нас получается система из четырех уравнений. Ну тут у нас правда дифуры, а вот эти вот А1, А2, это вот те самые амплитуды в разложении нашего состояния, вот фиксированный момент времени в базисном состоянии. Замечательно. Мы можем это все разрешить, но это настолько тривиальные вычисления, и главное, они уже, по идее, должны были быть у нас в рамках курса квантовой теории, что я просто себе позволю сформулировать итог. Итог-то у нас очень простой и красивый. У нас получается, что смотрите, в присутствии внешнего какого-то воздействия, который дает асимметрию потенциала, что происходит? У нас происходит вращение вектора Блохо. Товарищи, а кто помнит? Вот общая физика, курс магнетизма. У вас, если есть магнитный момент, какой-то жесткий магнитный момент, и вы прикладываете, ну, например, по оси Z постоянное магнитное поле. Что будет у вас с магнитным моментом? Он будет прецессировать вокруг выделенного направления. Вот так здесь, по сути, та же самая картина. Мы, прикладывая поле, создаем асимметрию потенциала, ну, самый простой вариант, это вот если про спин говорить, то мы можем магнитное поле приложить, и спин вверх, спин вниз будут иметь разные энергии. У нас получается, как бы, некий базис, очевидным образом, да? Ну, эффект Зеймана для одного спина, ну, тут чего обсуждать, это и так понятно, да? И тогда получается, что вектор Блохо, не магнитный момент, а вектор Блохо будет прецессировать вокруг, ну, например, оси Z, оси Z в нашем условном представлении. Условное-то оно условное. Но! Открутим... Ох, это я, конечно... Нет, не будем тогда откручивать назад, извините, пожалуйста. Наверное, я не буду делать так, чтобы появлялись формулы одна за одной, потому что, может, это и эффектно, но зато вернуться назад ему. Ну, хорошо. В самом начале я вам говорил, что у нас гамильтониан разлагается по матрицам Паули. Правильно? По X и Z матрицам Паули. Был такое утверждение? Так вот, я... Проверьте это. Домашнее задание. И, кстати, всем передать, всем передать, что домашние задания я все равно буду спрашивать для получения зачета. Очевидно. Так вот, домашнее задание. Показать, что у вас коэффициенты в разложении гамильтониана по Сигма-Х и Сигма-З матрицам Паули играют ту же роль для вращения Блоховского вектора, что поля, поля, уважаемые товарищи, приложенные по оси Х или по оси З играют для прецессии, для вращения вектора магнитного момента в теории магнитизма. Понятно? Но как за эту задачу взяться? Я надеюсь, вам это все убедительно показал. Вот здесь простые такие вот выкладки, показывающие, что у нас, видите, вот здесь есть зависимость от времени. Вот эта зависимость от времени во что превращается? Она превращается в тригонометрическую функцию, где в аргументе стоит Т умножить на, ну, в данном случае, вот это вот Е плюс минус Е минус поделить на 2H. Это как бы частота прецессии, получается, нашего Блоховского вектора. Ясно? Так мы изобразили, изобразили такой важнейший квантовый эффект, как когерентная ассилляция. Когерентная ассилляция в некой системе, где снято вырождение между, для нестационарного состояния, которое представимо в виде суперпозиции двух базисных состояний. Вот эти вот важнейшие для нас ассилляции. Ну что ж, товарищи, о каких физических реализациях можно говорить? Ну, самый такой известный пример, освещенный еще авторитетом Феймена, это, например, молекулярные системы, где у нас, например, в молекуле аммиака есть разница. Смотрите, где у нас азот в молекуле NH3 находится относительно плоскости, созданной атомами водорода. Он может быть либо сверху, либо снизу. Потенциальная энергия для такой системы, где отложено, скажем так, по оси Х условно положение нашего азота относительно, естественно, вот этой вот плоскости, где атомы водорода выстроились, представлена в правом нижнем углу на этом слайде. Ну и такая система, из них держится двухъявным потенциалом. Почему я эту систему сейчас не очень хочу рассматривать? Ну, во-первых, вообще молекулярные системы, как вы понимаете, не очень просто рассматривать. Эта задача к двухъявному потенциалу ну так вот сводится очень нетривиальным образом. Вам здесь многое придется как-то принять на веру. Ну и самое главное, сейчас, в 21 веке, как-то мне и не попадаются эксперименты, где вот эту задачу попробовали именно на практике проработать, чтобы в деталях сравнить предсказания квантовой теории и результаты эксперимента. Может быть, где-то есть, но мне такое не попадалось. Грубо говоря, слишком уж она трудна в техническом исполнении, надо как-то взять вот эту уединенную молекулу азота, а если одну молекулу взять, аммиака, прошу прощения, одну молекулу аммиака взять не получится, надо как-то, так сказать, бороться с эффектами соседей, ну и так далее. То есть понимаете, что это с практической точки зрения очень трудная экспериментальная задача. Поэтому давайте посмотрим, подумаем, что бы еще можно было сделать для того, чтобы эту физику поймать. Ну вообще, конечно, в молекулярной физике огромное количество у нас проявлений вот такого вот туннельного расщепления, проявлений вот этой вот симметрии. Помните знаменитая задача о молекуле водорода? Она тоже у нас, собственно, требует учета симметрии относительно центра нашей молекулярной системы волновой функции. Только из учета этой симметрии можно получить реально существующие термы в молекуле водорода и термы разлетные. Ну, этот материал мы с вами обсуждали. И опять на отдельных молекулах водорода что-то такое практическое реализовать не получится. Да, конечно, спин. Мы про спин много говорили в прошлый раз. И я теперь просто хочу вам, уважаемые товарищи, еще раз подчеркнуть. Ну, собственно, вот если очень подумать, то вот этот слайд, это и будет ответ на ваше домашнее задание. Подсказка. Но только если очень хорошо подумать. Здесь прямо видно, как эволюция спина, как эволюция, направление этого магнитного момента связывается с эволюцией вектора состояния в Блоховском пространстве. Но вот на этом месте Шахризада свои речи прекращает, чтобы вам все-таки было как-то поинтереснее и полюбопытнее. Ну, а самое главное, про спин-то я уже говорил в прошлый раз. Не хочется повторяться. Не хочется повторяться нам, уважаемые товарищи. Поэтому мы с вами перейдем к физической реализации вот именно прямо двухъявных потенциалов. Спины как приготовить, мы говорили в прошлый раз. Там надо в матрицу добавить какой-то хитрый допант и с этим допантом разговаривать. Но проблема необходимости прикладывать большие поля тут никуда не девается. Связать такие спины, в общем-то, очень нетривиальная задача. Я показывал красивые слайды в прошлый раз, где люди как бы фантазируют на тему, какой будет замечательный квантовый компьютер на вот таких вот спинах, например, в Кремнии. Это очень красиво, замечательно. Но пока тут вот на этапе практической реализации есть определенные проблемы. Может быть, в следующем году я скажу, что эти проблемы решены на этом же курсе. Но мы посмотрим. Пока, как мне кажется, тут больше широковещательных таких заявлений. Пока еще до конца там с трудностью управления и трудностью связи между отдельными спинами люди еще не разобрались. А вот что сейчас я вам, уважаемые товарищи, покажу. Квантовая точка. Вообще-то есть в природе сейчас и квантовые ямы, и квантовые провода, и квантовые колодцы. Это так или иначе изготовленные гетероструктуры, где мы ограничиваем свободу движения, ну, например, электронов, по одному направлению. И получается так называемый квантум-вэл, квантовый колодец. По двум направлениям, и получается квантовый провод. По трем направлениям, и получается квантовая точка. Ну вот пример квантум-вэла я здесь вот вам показал. Ну, вы прекрасно знаете, что это за зверь такой. Вы с ним многократно сталкивались в своей жизни. Ну, а как сделать вот эту самую квантовую точку? Пожалуйста. Сделали это очень давно. Видите, здесь изображена схематически гетероструктура. Алюминий-мышьяк, алюминий-арсеником. Галлий-арсеник и опять алюминий с допантами-мышьяка. Вот здесь вы видите схематически изображение нашей структуры, гетероструктуры. По сути дела, это у вас арсеникум по-разному допированный. По большому счету получается. А теперь внизу для этой же структуры специфика спектра. Смотрите, вот в этой области, где у меня идет галлий-арсеник. Арсеник-мышьяк, допированный галлием. Мы имеем ямы и для электронов, и для вакансий, для дырок. Понятно? Вот такая у нас структура получается. То есть, грубо говоря, электрону не хочется уходить отсюда-сюда. Здесь другая структура кристаллической решетки. И тут получается потенциальный барьер, который удерживает электроны наши из зоны проводимости вот в этой области. И если мы сделаем эту систему именно реально трехмерной, то есть вот так вот организуем все, как вот здесь показано схематически, то мы тогда получим именно квантовую точку. И вот тут, смотрите, уже сразу мы видим следующее, что спектром этой квантовой точки мы управляем. Почему не джаг? Почему мы на стадии проектирования можем уже определить спектр такой квантовой точки? А потому что расстояние между уровнями, ну вспоминаем, задается же чем? Размером ямы. Согласны? Размером ямы. Вот электрон, он всем хорош, он прекрасен, это натуральная двухуровневая система. Не надо заморачиваться тем, чтобы там сделать ее двухуровневой. Но электрон, какой есть, такой есть. Вот у него есть гермогнитное соотношение? Есть у него магнитный момент? Вот такой есть, с этим и работаете. Здесь мы можем настраивать специфику спектра. Это очень интересно для ряда задач оптики, но мы двинемся чуть далее. Для нас важно, ну в контексте текущей лекции, следующее, что просто банально, прикладывая электрическое поле к такой структуре, мы можем получить задачу, конечно, которую я, если помните, всех мучил на зачетах и на экзаменах. Была моя любимая задача. Видите, мы от такого потенциала перешли к такому замечательному потенциалу. Согласны? Но здесь у нас уже есть намек, намек, уважаемые дамы и господа, на то, чтобы, ну конечно же, получить искусственный кристалл, суперлетис из таких вот квантовых точек. Но нам-то сейчас интересней получить не искусственный кристалл, а искусственную молекулу. Почему? А потому что я, дамы и господа, ой, господа, хочу двухъямный потенциал. Хочу двухъямный потенциал. Итак, смотрите. Вот наш любимый спектр. Как функция расстояния между уровнями left и right. Вот фотография, нагло вытащенная из этой классической уже на сегодняшний день работы. Вот схематический вид потенциала. Духъямный потенциал. Вот она. Вот она. Вот эта вот двойная квантовая точка. Quantum dot. Double quantum dot. Вот он здесь изображен. Видите? Да, схематически. Вот на фотографии. И вот у вас есть, уважаемые товарищи, возможности прикладывать нужные нам электрические поля. Причем расстояние, размер вот этой точки сделан таким, что не надо прикладывать гигантские килотеслы. Не надо убивать схему. Просто прикладывая относительно небольшие вольтовые напряжения. Причем, смотрите, здесь целый набор электродов. Мы можем получить целый набор состояний, где у меня есть, например, расстояние 0,0. Ну, понятно это. В обеих у меня основное состояние заселено. 0,1, 0,2 и так далее. Вплоть до 2,2. И мы здесь можем, прикладывая к этой системе электромагнитное поле, стимулировать переходы. Вот это мы настраиваем спектр, а прикладывая поле мы стимулируем переходы. Прикладывая поле мы меняем вот эти вот коэффициенты в нашем состоянии системы. То есть мы управляем блоховским состоянием. Понятно? Ну и, наконец, здесь есть система считывания, построенная на основе сингл-электрон-транзистора. Но это настолько обширная тема, тем более эта тема разбирается в курсе Владислава Владимировича Шорохова у нас на кафедре, что я касаться не буду. А в всяком случае скажу, что вот тут вот есть считыватели, система измерений, которая позволяет сказать, вот в том, что где у меня состояние этой системы, в какой из этих ям локализованность, здесь или здесь. Понятно? Ну что ж, на этой радостной ноте мы с вами сегодняшнюю лекцию заканчиваем. Всем здоровья, всем всего хорошего.